Напоминаю, что у меня есть телеграм-канал, именно там сейчас вся движуха. Если что-то случится с ютубом в России, ролики продолжат выходить там. Ссылка в описании. Привет, просветители! Сегодня будет достаточно нестандартный ролик для меня. Обычно я либо обсуждаю с вами какие-то новости, трэш, либо высказываю свое мнение на какую-то тему, не менее трэшовую. Но вот именно обычного разговора на этом канале не было, пожалуй, с... Да, наверное, никогда. И вот сегодня мне хочется просто с вами поговорить, рассказать о своем состоянии, поделиться тем, что меня сейчас волнует. Некий лайф-апдейт. Тем будет достаточно много, я попытаюсь мысли как-то сгруппировать, но чтобы это не совсем был неконтролируемый поток сознания. Сразу же скажу, если вы принадлежите группе 8 лет, или считаете, что все россияне одинаковые, если на твоей головой не взрываются бомбы, то рот закрой, можете прямо сейчас написать свой очень важный комментарий с проклятями в мой адрес и закрыть это видео. Потому что оно вряд ли вас чем-то порадует или вызовет какие-то позитивные эмоции. А сейчас они бы нам всем не помешали. Если вы старожил на ютубе, то, наверное, помните времена, когда все гламурные старшеклассницы, да и не только старшеклассницы, снимали ролики «Мое утро», где под соответствующую музыку создавали свой вариант утро американского подростка. Хорошие были времена. «Мое утро» теперь начинается исключительно с телефона и мониторинга новостей. Это буквально первое, что я делаю. Я открываю глаза, тут же вспоминаю, в какой ситуации мы оказались, и хватаю телефон. Только бы не ядерная зима. Вот этот переход от полнейшего спокойствия сна, когда все вроде бы хорошо, до мысли «нам всем жопа», простите, мой французский, настолько резкий, что от него аж голова начинает болеть. И нет, я не сравниваю свою ситуацию с жизнями людей, которые просыпаются под взрывы. Это совершенно несравнимые вещи, и я это отлично понимаю. Я просто рассказываю о себе. Ты буквально молишься, чтобы не прочитать об очередном ужасе, о новых жертвах, о какой-нибудь свежей инициативе. Но каждое утро подбрасывает очередной повод для оптимизма. И конца всему этому я, честно говоря, не вижу. Присяжный поверенный Лысевич любит хорошо покушать. Особенно сыры, трюфели, тертую редьку с конопляным маслом. Он предвкушал обед, уже ел его мысленно и наслаждался. Когда же он, наконец, выпил рюмку водки и положил себе в рот кусочек балыка из семья, то даже замурлыкал от удовольствия. Закуска была роскошная. Ой, простите, что-то я зачитался. Это классика. Антон Павлович Чехов. Если вы, как и герой этого рассказа, любите хорошо поесть и накормить самых капризных домочадцев или коллег, то у меня для вас хорошие новости. Лосось или баранину, пиццу или роллы, супы или салаты, лапшу или десерты вы всегда сможете заказать в кухонь нашего вкусного партнера Фудбенд. А с моим промокодом Остапо в приложении доставки и Дефудбенд вы еще и сэкономите, сударь, ведь большая скидка будет вообще на все заказы. Доставка по всей Москве и круглосуточно. В меню богатый выбор. Много пиццы из итальянской печи, и классика типа маргариты, и фирменная от шефа с креветками, и острая, и сладкая, большие сеты роллов с лососем или унаги, поки с рыбкой или креветками, а еще много лапши, паттай, вока и других азиатских блюд. С Фудбенд вообще удобно, особенно если вы любите пиццу, а рядом с вами вегетарианцы или постящиеся. В меню есть блюда и для них. Напоминаю, в Фудбенд работает промокод Остапов. Это скидка до 25% на все блюда, вообще на все заказы. Переходите по ссылкам в описании, вводите промокод Остапов, и приятного аппетита! На всякий случай напомню, что я все еще нахожусь в России. У нас теперь есть целый перечень слов, которые опасно употреблять. Запрещенка подъехала. И поэтому обсуждать 8 лет я могу только максимально расплывчато. Потому что есть официальная позиция и статья. И я честно не уверен, что от моего пребывания в тюрьме станет кому-то легче. На данный момент я не знаю, как наше правительство относится к данным ООН о жертвах, о количестве беженцев. Может быть для нас теперь-то тоже фейки западной пропаганды. Но я не знаю, как можно смотреть на эти цифры и не испытывать боль и ужас. Но ведь 8 лет, а еще была Сирия, Ирак, Югославия. Почему ты молчал? Начнем с того, что я до сих пор помню свои эмоции 99-го года. Та самая Югославия. Я в прямом эфире следил за началом бомбежек на немецкой волне. Привет, немец по национальности на связи. И был в полном шоке. Как такое могло произойти? Вот это ощущение ужаса и беспомощности, осознание, что где-то, вот прям в данную секунду, гибнут мирные люди, меня тогда 13-летнего просто подкосило. Но отличие от того, что происходит сейчас, от тех же 8 лет, во всем этом официально участвует моя страна. И отмахнуться от этого просто невозможно. Я в искреннем шоке от людей, у которых последние события вызвали приступ какого-то нездорового вдохновения и чуть ли не радости. Опять же, в рамках текущего законодательства мы здесь о политике не говорим. Да это и не нужно. Не важно, что вы слышите по телевизору или во что верите. Даже оставьте свое отношение к Украине и к украинцам в стороне. Уже официально российскими властями признаны потери среди военнослужащих. Ваши сограждане умирают. Люди умирают. А кто-то продолжает зубоскалить и «А мы еще Америке покажем!» А за чей счет банкет можно поинтересоваться? Какая Кузькина мать ценой человеческой жизни? Какие радостные вопли? На днях прочитал интервью Дмитрия Васильева. Это двукратный олимпийский чемпион и нынешний руководитель биатлона в Петербурге. Главное, чтобы никто не унывал. У нас в генах преодолевать трудности. Это не первая сложная ситуация в нашей истории. И боюсь, что не последняя. Надо с высоко поднятой головой пройти через это. Уверен, что мы справимся. И будем потом, может быть, даже с улыбкой вспоминать этот период. Ладно, промолчу про гены. Это уже даже не смешно. Меня улыбка до глубины души поразила. Кто в здравом уме и при наличии просто вот зачатков эмпатии будет этот период вспоминать с улыбкой? Кто? Ну, наверное, Дмитрий Васильев. Окей. Деноцификация, демилитаризация. Люди остаются без дома. Люди умирают. Как об этих днях можно вспоминать с улыбкой? Какая, к черту, улыбка? Великая Отечественная война самая трагическая и самая героическая страница нашей истории. Помните строчки из песни? Праздник со слезами на глазах, не с улыбкой. Хотя это величайшая победа в истории. Читаешь такое и понимаешь, наверное, это со мной что-то не так. Меня физически коробит, когда я сталкиваюсь с невоспитанностью и пацанскими цитатами в реальной жизни. Ну, не понять мне эстетику падика с темками и пойдем перетрем. Но когда каждое утро ты просыпаешься и читаешь очередное АУФ от человека, который возглавляет какую-то отрасль в нашей стране, становится больно, страшно и стыдно. Твиттер Рогозина мы уже обсуждали в Телеграме. Вот, пожалуйста. И когда ты понимаешь, что для официального российского лица такие высказывания это норма, становится понятно, что шансы для будущего с правами, уважением к личности человека не очень много. Потому что вот эта манера вести разговор это наша с вами новая реальность. Ну, хотя, как новая. Глава Роскосмоса, оскорбляющий людей в заблокированном для россиян Твиттере. Теперь это норма. Это норма. Достаточно забавно наблюдать за блогерами, которые практически весь свой контент построили на повесточка, тупые фемки, на западе никакой свободы слова, бедные мужчины. Ну и дальше про игры, фильмы. И вот, наконец-то, когда эти крейтеры и их подписчики могут насладиться отечественными произведениями, а известные российские ААА-игры вообще существуют, в которых никаких трансов, геев, темнокожих королев, женственных мужчин, феминисток. Красота же! Эти товарищи каким-то магическим образом оказались на том самом загнивающем западе. Без свободы слова, с парадами и злобными некрасивыми бабами. Если что, я не осуждаю сам факт эмиграции. Я его отлично понимаю, возможно, даже завидую. Просто, когда ты за деньги годами хейтил все западное, вот увидите, и к нам это придет. А сейчас, когда уже точно не придет в обозримом будущем, тебя и след простыл. Это смотрится странно. Западное общество куколдов, конечно, прогнило, но жить я буду именно там. Потому что шанс, что мои права в Европе будут уважать, несколько выше. Но при этом корреляции данного факта с отношением к меньшинствам я не вижу. Дисклеймер. Ничего плохого в донатах, краудфандингах и поддержке любимых авторов я не вижу. Ссылка на донат в описании. Это даже не шутка. Но смотреть на грустное лицо блогера-миллионника, настоящего миллионника, у которого каждый ролик по 700-800 тысяч набирает и видео по три раза в неделю, рассказывающего о том, что без донатов ему никак не создать свой контент, какой-нибудь обзор новостей, при том, что блогер продолжает продавать рекламу с ценой под миллион рублей, простите, неприятно. Человек-миллионер, давно живет за границей, богаче 99% своих зрителей. И то, если Абрамович в подписчиках, должен понимать, что многие люди уже остались, а кто-то вот-вот останется без работы. У тебя совершенно другое финансовое положение. Но ты рассказываешь подписчикам, что монетизации нет, денежки пропали, если не поддержите, видосиков не будет. И люди-то верят, но своих коллег-то не обмануть. Хотя, возможно, только меня удивляет ситуация, когда миллионер, возможно, даже долларовый, просит финансовой помощи у человека с зарплатой 1015. А самое главное, ну не то сейчас время, чтобы жертву разыгрывать. На всякий случай, я не говорю о небольших блогерах, которые реально сейчас едва концы с концами сводят. Я рассуждаю о больших, популярных, на самом деле популярных ютуберах, которые сейчас тоже решили слегка вот поныть о своей ужасной доле, находясь при этом где-нибудь в Турции, Кипре, в огромном особняке. Ну, это как-то странно. И, естественно, если у вас есть возможность поддержать своих любимых небольших креаторов, конечно, сделайте это. Да и поддерживайте, ради бога, и больших блогеров. Просто сама ситуация, когда безумно богатый человек прибедняется, ну, не знаю, лицемерненько это что ли? Естественно, все, что связано с внешней политикой, я трогать не буду. Думаю, причины вам ясны. Очень легко рассуждать на всевозможные темы, когда находишься не в России, и когда ты знаешь, что та страна, в которой ты находишься, тебя не выдаст. А вот что касается внутренней, я практически не сомневаюсь, что в ближайшее время нас ждут активные поиски врагов. Может быть, это ты? У нас теперь есть четкий образ внешнего врага, но с ухудшением экономической ситуации народу этого будет маловато. Придется родных бузатеров искать и предателей родины. Найти козла отпущения идеальная забава для общества в кризисе. Всем полезно, и правительство от себя внимание отведет, и народу будет чем заняться. Вот все те горячечные выступления о чайлдфри-экстремистах, которые мы с вами здесь неоднократно обсуждали. Ждите их в новом объеме, со всеми сторонниками Запада, противниками традиционных ценностей, феминистками, толерастами и прочими. Теперь еще, правда, новая группа добавилась, пацифисты. Сейчас эти товарищи опаснее, пожалуй, даже геев. А какого бойца выберешь ты? Друзья, если вам понравилось это видео, обязательно поддержите его лайком. Кроме того, не забывайте про мой телеграмм. Заходите, подписывайтесь. Очень надеюсь, что там вам понравится. А я встречусь с вами на следующей неделе в понедельник в 17.00 по Москве в моем новом видео, если, конечно, YouTube не заблокируют. Всем хорошего дня и до встречи. субтитры